Это связано с тем, насколько он чувствует этот мир или как он чувствует его. И это приблизительно звучит так. Если вы создаете чувства хорошие, то события происходят хорошие. Если вы чувствуете что-то плохое, то события происходят плохие. Так человек очень часто на протяжении дня злится, ненавидит, вредничает, обижается. Просто его все бесит или тело болит, или что-то с ним происходит. И в этот момент человек вдруг начинает думать. Я бы хотел, чтобы в моей жизни стало что-то лучшее. И буду читать мантры, использовать какие-то техники. И ничего не происходит. Почему? Дело в том, что общая масса его чувств негативных, она превалирует. То есть в случае, если он будет читать мантры для денег, в тот момент, когда у него большое количество негативных чувств, то это может привести наоборот, к тому, что у него потеряются деньги. Я очень часто, кстати, об этом говорю. Я это называю психической энергией. И коммуникации с высшими силами. Психическая энергия возникает у человека и является тем настроем или тем компонентом, который происходит или который накапливает человек. Человек думает, что каждое чувство, которое он создает, это просто чувство. На самом деле эти чувства, которые вы испытываете на протяжении жизни, они откладываются и становятся частью вашей жизни, лежащей на левой стороне и на правой стороне. Считайте, что на правой стороне это агрессивные чувства, а на левой стороне это позитивные чувства. На протяжении жизни человек откладывает агрессивные чувства, они не обязательно могут происходить онлайн в данный момент. Они могут быть связаны с вашими воспоминаниями, с вашим раздражением и даже с болезнями. Чем больше в жизни у человека негативных чувств, тем больше в жизни он страдает.